С шелками и жонглируя ножами, штуку кушает инжира. Здравствуйте, я Лариса Бузеева. В эфире «Давай поженимся». Девчонки, привет! Невеста у нас сегодня амбициозная, ведущей хочет стать. Пришла меня подсидеть. Что ты говоришь? А бороться за нее будут потомственный хиромант Валерий, знаток драгоценных металлов Юрий и фотограф-изобретатель Станислав. Ну давайте пока на невесту посмотрим. Всем здравствуйте, меня зовут Лиза. Это моя сестра Эстель. Я пришла на эту передачу, я хочу узнать, не перевелись ли богатыри русские на этой земле. Эх! Узнайте, узнайте, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Елизавета, 22 года. После участия в программе «Давай поженимся» обрела страстного поклонника, но как ни старалась открыть ему свое сердце, так и не смогла. Елизавета работала стюардессой, няней и сотрудником банка. Сейчас находится в поиске себя. Мечтает стать телеведущей и купаться в овациях своих поклонников. Елизавета не потерпит рядом с собой курящего и беззубого скупердяя. Выйдет замуж за самодостаточного мужчину, который будет хозяином в их загородном доме. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Я Елизавета Юшкова. Это передача «Давай поженимся» и мы начинаем! АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, я, конечно, с боли в сердце уступаю вам свое кресло. Проходите, проходите. Спасибо большое. Невеста хороша, конечно, бесспорно. Сегодня у нас невеста. Какая очаровательная. Обратите внимание, пожалуйста, аплодисменты. Вытягонила. Скажите, а вы зачем к нам пришли на передачу? Я? Такая красивая, молодая. Вот кажется, у вас все в порядке. Знаете, не каждую позовут. Меня все-таки позвали. Слава Богу. А как вот у вас с личной жизнью? С личной жизнью по-разному. По-разному? То хорошо, то не очень. Мы же живые люди все. Вот расскажите, всем интересно. Ведь первый канал федеральный. А нам как интересно? А вот конкретно с личной жизнью до полуночи или после полуночи? Какая личность? Ну, конечно, интересно после полуночи. Вы понимаете? Ну, в рамках приличия. Сплю как сурок, потому что пошу на трех работах. Ну, надеюсь, вы не одна спите там. С детьми невеста-то? Я одна. С детьми двое. Еще и двое. Есть ощущение, что ведущая нашей программы сегодня плохо готова. Регулярно в сценарий подглядывает то и дело. Вы готовы? Да, нет, вы знаете, вы делились? Обязательно, обязательно. Вы знаете, я прихожу здесь раньше всех. Нет ни операторов, никого. Я уже работаю. Если она хочет стать телеведущей, ей надо похудеть, мне кажется. Килограммов на десять похудеть. А вы скажите, с кем вы пришли? Я пришла с хорошенькой девочкой, уже пожалела десять раз. Да, вы ее даже не знаете, да? Потому что на фоне такой молодушки я выгляжу все-таки на все сто. Почти раздетая. Хорошенькая, да. Вот правильно говорят, Ларисочка, что сексуальность – это как раз одетая женщина, а не раздетая. То есть у меня еще в моем возрасте не все потеряно, да? Нет, вы что? У вас все только начинается. Для тех, кому за двести. Понятно. Лариса, как держится, хорошо, да? То есть осанка такая. Да. А скажите, у вас есть недостатки какие-то? У меня есть недостатки. Я врушка. Вы врушка, да? Я врушка, я врушка, я ленивая, я не сдержанная, я гневливая. Люблю преувеличить. А хватит самобичевания. А за что вас тогда любить-то, скажите? Меня за что любить? У нас смотрят мужчины, да. Да, в общем, не за что. Если там по большому счету, у меня не за что. Поэтому люди со мной страдают. Но иногда им бывает со мной весело. Редко, правда? Да. Ну вот у нас сегодня три жениха. Один слишком молодой, ему 18. Второму уже за 80. А третий еще не родился. Вот вы кого из них выбираете? Я выбираю свое место, девочка моя. Поэтому давайте не на все. Спасибо. Косичка-то прицеплена. Все увидишь. Вот так вот поженишься, а там, оказывается, волос нет. Итак, вам 22 года, вы молодая и красивая. Незамужняя. Незамужняя. Были у нас уже. Да. Расскажите, напомним. Ну вот я была, жених меня не выбрал. Оказался очень интересный. Все время хотел спать, видимо, поэтому меня и не разглядел. Да. Но у нас есть сюжет из прошлой программы. Давайте посмотрим. Снимать я буду с тобой сейчас, как в первый раз. Эх, так, танец солнца. А почему вдруг Хава Нагива? Вы еврейка? Нет, я русская. Веселая. Просто это такая песня веселая. Ну как вам? Ой, слушай, мне так тебе понравилось. Прекорно. 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 Да, даже, да, ведущие прямо аплодировали. Прямо так им было, как все приятно. Вот в этом она вся, мне кажется. Вы еврейка, нет, просто песня веселая. Это человек без предрассудков. Вот умница. Ну какая. Лизок, ну много шума вы наделали в прошлый раз. Ну вы знаете, больше шума еще было после передачи. Ой, расскажите. Потому что стали заваривать меня письмами, поклонники появились. Причем появились поклонники очень один настойчивый молодой человек. Он, в общем, издевил желание со мной познакомиться. Он приехал, он там задарил меня подарками. Он мог присылать просто... А сам-то откуда? Ну, он из другого города. Далеко город, да? Ближайшего города за тысячу верст. Смотри, такой барышень на руках. Я ее съем, наверное, просто. А вот есть нельзя. Прям как вафелька такая. Надо пылить или пылить. Ну, в гостинице остановился. Да, остановился в гостинице. И пришел к вам прямо... Да, с букетом цветов он его выбирал. Он такой был дизайнерский букет. Он так к нему подошел, скурпулезный. Ну, приятной внешности. Приятной внешности. Очень хороший молодой человек, да, молодой, но подающий одежды. Ну, ёкнула где-то здесь, нет? Вы знаете, у меня первое время была эйфория. Мне было очень приятно. Я прям так расположилась к нему. Мне тоже было приятно. Он потом с колбасой приехал. С метаром. Второй раз. Да-да-да-да. Решите-то ладно, колбаса, во. И мы с ним первое время, ну, вот, в первую встречу проговорили там 6 часов. Мы даже не заметили времени. Это просто было... У вас все было происходило дома? Нет, мы с ним пошли просто в кафешку. А где это происходило? В каком городе? В Москве, в Москве. Вы еще и москвичка? Ну, я сама не из Москвы, но уже чувствую себя москвичкой. А откуда вы приехали? Я вообще родилась в Коснодаре, а так из Перми. Валера, ты ее энергетику уже чувствуешь? Прямо чувствуешь? Она вот по залу, прям вот до меня доходит с экрана, прям уже идет, вот она идет. Он мне читал еще стихи вот на этом... Твардовского почему-то. Да-да, ну, вот читал. Ну, хорошие стихи такие. Не теркина, надеюсь. Глубокие, не теркина. Я согласен, не налетаю ее. Вы его провожали уже с надеждой, что он к вам приедет, или вы к нему? Ну, нет, я знала, что он приедет. С колбасой, со сметаной. Ну, я не знала. Вы знаете, когда мы с ним обсуждали, да, и он спрашивал, какие у меня интересы, что я люблю, что мне нравится, даже в еде. И я ему сказала, что да, я люблю суп со сметаной, я люблю горячий его, я люблю колбасу, поконкретней. И он на следующее свидание, о котором мы договорились, он приехал уже с палкой колбасы. Как это мило. Производство там собственного. Молодец на самом деле, да. И вот привез мне целый литр сметаны, и он мне это все в коробке, и он мне это все говорит, вот тебе такое... Это же так необычно, представляете? Во-первых, это необычно. Во-вторых, ну, я, конечно, за романтику в отношениях, но это тоже романтично. Да, причем, как бы, я вот люблю такое. Да это и есть любовь, давать человеку то, что он хочет, реально. Вот сколько ко мне лазили в окно, дарили цветы, но мне это не подействовало. Игорю очень было интересно, есть ли на мне теплые, извини, носки, сапоги, и обедала я или нет в этот день. Так, смотри, ты должен его вскакать, пармонтичный. Давай, что он хочет, а не утром. Лизок, ну и что, и в третий раз привез прямо упаковку варенья? Да, и он привез 10 банок варенья. Боже, а кто делал? Разного. Нет, он, как бы, они с мамой выбрали, там, у кого-то они купили это варенье, но вот он и разный. Сколько ему лет-то было? 27. А, что мамочка уже прямо даже и варенье. Да, вот в том-то и дело, вот это вот удивительно, то, что он так старался, он очень замечательный, он добрый, он внимательный. Так говорят, когда это, отказ хотят сделать. Ну так что, произошло? Ну у меня ничего не ёкнуло внутри, понимаете? Я всё это оценила, я всё это поняла и прочувствовала. Я понимала, как ему тяжело, когда я... Ну я не могу ответить. А мама про него сказала, что он с вами поиграется, как с собачонкой вышвырнет? Нет, нет, нет. А это там плохой мальчик, она же плохих любит, хороших не любит. Вот, она вот всё говорит, вот молодой человек, с которым я ей рассказывала. А что у вас там ёкнуть-то должно, вот не пойму никак, а? Это что такое? Ну всё равно чувства какие-то... Сексуальный интерес не возник, что ли, как он товарищ. Я не ответила взаимностью. Почему сексуальный? Ну а в 22 года, и это тоже, Роза, должно было откликнуться. В 22 года, вот может быть у неё был какой-то прыщ там на щеке, и это уже раздражало, или волосы не так причёсаны на тот пробор. Ну в 22 года всё это видишь, Роза. Правда. Ну такие... Это уже в твоём возрасте не обращаешь внимания. Да. Вот не тот запах, не тот парфюм. Да в моём как раз и можно не обращают. Вот я и говорю, не будешь не обращать. Нет, я имею в виду, что на колбасу больше обратишь внимания, чем на ёканье. Елизавета, мне кажется, так рассказывает, с таким придыханием и восторгом, вы действительно оценили его усилия, что у наших женихов сегодня есть риск. А вдруг, как вы посмотрите на них, они не будут соответствовать, варенье и сметанку носить не будут. И что же, попробуйте сону? Нет, а я тебе объясню, что другой вкус у Елизаветы. Вот не нужен ей тот с банками варенья и с колбасой, не нужен. Любит плохих парней, который был до него. Вот и сестрёнка головой кивает, да? Да нет, я хочу, чтобы у меня всё было хорошо, и вот этой заботы, и внимания. Ну, чтобы у меня был край, чтобы у меня было внутри, и чтобы мне хотелось обнять, прижать, закрутить, выкинуть, тут же обнять. Понимаете, чтобы был этот шквал эмоций внутри меня. Но со всеми этими сопоставляющими. Это вот это и есть, называется гормон. И ничего вы с этим не поделаете. Ничего не поделаете. А если ты будешь себя плохо вести, ну как-то так вот, поедешь с пацанами на рыбалку, отдыхай там в Тверь над же пакетом на своём, она тебя будет встречать со сковородкой? Я думаю, она меня уже в Твери будет встречать. Она на самолёте туда улетит, и там уже будет со сковородкой встречать. Значит, волосы у вас не крашены. На фотографии посмотрела, вы вроде бы русая. А всё меняется, всё, нет, они стоят на месте. И волосы, значит, вы говорите, что не крашены, это в приданной вы даёте за собой. Тогда у меня уже под сомнением ваши крепкие белые зубки. Зубки свои. Гибкий стан. Стан на личстве. Зелёные очи. Очень зелёные. Ладно, вроде принимать чувство юмора и коричневая родинка. А родинку показать? И что, всё что ли? Ну, это начало-начал. Мне кажется, что у Елизаветы такая львиная заявка. Какое ещё приданное? Я сама прекрасно, великолепно, бери меня, потому что какая есть, да. Где-то имеет право. Таких приданным очень много. Вы хотите работать на телевидении? Да. Вы уже где-то, у вас уже был кастинг, да, куда-то уже заявки, наверное, относились? Ну, вплотную этим я не занималась, я так скажу. Вот сейчас как раз у меня есть время, я хочу именно вот целенаправленно этому и посвящить. Мужчина должен быть. Кто у нас? За кем пришли? Ну, чтобы быть за ним, как за каменной стеной. И чтобы во всём и везде меня поддерживать. Вот смотрите, даже если он будет из нашего цеха, как говорится, да, и вы ему очень понравитесь, я думаю, что он будет скорее вас отговаривать, если он умный и с умной головой. Вот посмотрите, сколько блестящих, допустим, ведущих на нашем канале. Но не каждый из них тянет свою жену на телевидении. Вот Иван Ургант, там, Дима Нагиев. Не тянут, потому что хватает одного человека. На самом деле тяжело. Поэтому, если вы сегодня скажете, нет, у меня вот главная мечта, а замужец я подожду, значит, мы будем с вами общаться, ну, так сказать, в определённом ключе. Если вы скажете, ну, бог с ним, я буду ему дома вот устраивать там всякие передачки. Нет, вы знаете, я всё-таки хочу самореализоваться, но я хочу, чтобы так же у меня и в любви всё сложилось. Поэтому хочу, чтобы они шли рука об руку, мои какие-то. Значит, должен быть парень молодой, такой же амбициозный, как и вы. Хорошо бы, чтобы он хотел приблизительно того же, ну, хотя бы где-то рядом. Потому что если он будет свои амбиции тешить, не знаю, на космодроме или где-то в небе, считая количество прыжков с парашютом, а вы на телевидении, то шансов, что у вас будет счастливая семья, сводится к нулю. Я кажется, вы отлично споётесь. Да что ты! У вас абсолютно вот такое лицо средней полосы России. Абсолютная вот такая русская красавица. Поэтому, мне кажется, шансы Лизаветы велики стать звездой. А что твои звёзды? В ближайшие полтора года те предложения, которые вы можете получать, вас только разочаруют, к сожалению. Это, скорее всего, не... Руки и сердце или касательно карьеры? Нет, я имею в виду всё, что касается карьеры. Я думаю, что вам будет казаться, жемчуг мелок, и предложения, в общем, далеки от ваших чаяниях самых смелых. Какая карьера? Детей держать. Ну вот. Придёшь, заберёшь и... А, у тебя дом ещё не построен. Так вот, она тебя мотивирует и будет домом всё. Будет жёстко мотивировать. Согласиться жить на съёмной квартире, пожалуйста. И с любовью такая же коварная ситуация на ближайшие полтора года. Как жало. Она заключается в том, что вы не видите объективно мужчин, которые напротив вас. Вы способны или влюбиться очень ярко и переоценить человека, а потом разочароваться через года полтора. Вот эти самые. А это не свойство вообще возрасту? Нет, нет, это особенность этого периода. Либо наоборот, к сожалению, если вы мужчину недооцениваете, он вам категорически не нравится, есть риск не разглядеть важные черты. Испокон веков мужчина доминировал, да, над девушкой, над женой, над своей, да? Вот, соответственно, а тут уже доминатный образ несколько уходит на женскую сторону. Нет, ну это чисто шевелинские рассуждения. Я вам искренне советую с этим Нептуном, который сейчас над вашей личной жизнью властвует, бороться таким способом. Если мужчина активно не нравится, всё-таки попытайтесь понять причину своего этого внутреннего раздражения. Может быть, через какое-то время вы что-то в нём найдёте. И особенно такой период вас ещё раз захлестнёт в августе-сентябре. Поэтому я надеюсь, что в нашей сегодняшней программе вы не будете отказываться от всего, что вам жизнь предлагает в нашем лице. Но и в то же время, когда-нибудь вернитесь к мыслью, к тому самому мальчику со сметаной и вареньем. После рекламы женихи проявят свои лучшие качества. Оцените вместе с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Лизавета. Встречайте первого же Иха. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. А как вас зовут? Меня зовут Валерий. Поэтому будем знакомы. Прошу вас. Спасибо. Это приятно. Спасибо. Спасибо. Как бы необычный подарок. Валерий. 28 лет. Заместитель генерального директора в торговой компании. Признается, что его бабушка была рыжей ведьмой и передала ему по наследству дар предвидения. Мечтает стать обладателем родового поместья. Возлюбленная забеременела от Валерия и ушла к другому мужчине. Надеется, что Елизавета не способна на предательство. Вы говорите, что ваша бабушка была рыжей колдунью. Да, конечно. А есть такие? Да, есть рыжие, есть черные, есть другого, как говорится. Рыжая – это что значит? Рыжая – это значит, она собирала в себе энергию солнца. То есть она обладала энергией солнца. Кто вам рассказал про это? Смотрите, об этом рассказывала сестра. То есть в основном сестра. Ваша? В основном, да. Потому что родители скрывали об этом. Потому что я бабушка… Потому что бабушка колдунья. Да, она была колдунья. Потом мне показали там некоторые интересные вещи. Она когда что, прямо умерла и вас призвала к себе и передала вам дар? И умерла потом? Нет, смотрите, смотрите. Вопрос в том, что до сих пор я сню некоторые сны. Она приходит ко мне и кое-что, и кое-чему меня обучает. Помнишь, когда вот мне он предсказал, вот со славой, я его увидела первый раз, и я сказала, вот все, с ним ты будешь счастлива, я и не поверила. Да, кстати. А так и получилось. Он мне тоже много чего предсказывал. Я вот знаю, что вы хотите медицинский центр открыть. Ну, это будет не как медицинский центр. И что речить будем? Смотрите, то есть я сейчас занимаюсь изучением того, как убирать женское бесплодие. Да, у него жестикуляция очень такая… Эмоциональный молодой человек. Эмоциональная и не всегда уместная, мне кажется. Женская немножко. Чрезмерная. В любом случае приходят уже люди ко мне. Уже. Да, уже. Да, и бесплатно уже лечу. Хотя, ну, начал… Давайте не про тех, кто к вам. Пойди, проверь. А вот сидит перед вами Лизавета. Вы же пришли за нее, пара. Смотрите, я не могу… Давайте что-то конкретно с Лизаветой сделаем, чтобы мы поверили. Давайте, простите на силу, чтобы не взяли на первый канал. Вы хотите что? Чтобы у Лизаветы там грудь увеличилась или рога? Нет, это не все порядок. Уже доход на пазуха. Я про другое хочу. Ну, чтобы чакры открылись, чтобы на первый канал как-то… А у вас и так сердечная чакра очень мощно работает. Я, например, вот сидела в комнатке, да, то есть… И у вас окна не было, да? От вас вот прям веяло, веяло с этого экрана, так больше, на больше, на больше, на этом сидим. А вот сколько детей будет у Лизоньки? У нее уже двое, как минимум, вижу двое. А вы сколько хотите? Ну, мне надо шесть. Интересно, он считает ее ауру? Какого она цвета? У вас была девушка? Да, была девушка, да, три года назад, вот. Мы с ней познакомились в метро случайно, вот. И я ей предложил, предложил ей встретиться и попить чаю. И мы начали встретиться, в одном кафе посидели, но закрылось. Мы пошли в другое, в центр города. Оно закрылось в два часа, и мы так всю ночь беседовали, потом утром. То есть, и у нас энергия прям… Столько тем, столько интересных там различных рассказов, столько вот делились о стольких вещах, вот. И вы стали сразу фантазировать о ребенке, что меня очень удивилось. То есть, на второй день буквально вы с ней съехались и стали мечтать о ребенке. Да, мы вот решили, где будем жить, у меня в Подмосковье или у тебя в Москве. Вот она говорит, я в Подмосковье не поеду. Я говорю, ну ладно, забираем тогда мои вещи и едем к тебе. Вот, все, и… Как мы шустры. Да, спасибо. Конечно. Вот, но зачем тянуть? Да не говори. Ведь, говорится, такого найти прекрасного леди, да, то есть, то, что подходит близко, да, это очень-очень редко. Короче, забеременела она на второй месяц. Да, на второй месяц забеременела. Обрадовались. Мы ждали. Это наше, конечно, то есть, как бы… То есть, это ваш эксперимент по лечению женщин от бесплодия, да? Да. Удачный эксперимент. Да, то есть, нет, смотрите, то есть… А что замуж не предложили? Как? Так, мы рассчитывали вообще вместе строить, вот, как бы, совместную жизнь, совместную… То есть, хотели пожениться, там, подавали уже документы в ЗАГС, да, то есть, вот, все это планировалось. Но потом, конечно, произошло то, что она мне сказала, я не хочу с тобой больше быть. То есть, почему это произошло? Потому что раньше, вот, за две недели до этого, до этого сказанного, она, конечно, начала встречаться с бывшим бойфрендом, вот. А бывший бойфренд, она сказала, вернулись какие-то бывшие, там, чувства к ней, вернулось, там, все такое. А забеременела-то она от вас или от бывшего? От меня, потому что, все-таки это от меня, хотя она потом в последствии написала e-mail, что нет меня, там, типа, не хочу. Но я понимаю, что она написала, чтобы я ее не преследовал, потому что я ее около трех месяцев, там, пытался вразумить, да, то есть… А как вы думаете, почему ваша любовь не перебила ее прошлые отношения? И вместе жили уже, и забеременела. Смотрите, смотрите, вопрос тут… С чем вы ее разочаровали? А как вам ответить, вот, в митическом виде или в таком приземленном? Ну, в обоих можно, и так же. Значит, в митическом отвечаю. Значит, из-за того, что там немножко духовное существо. Вот я пришел на квартиру, там реально был дух, вот ощущалось, вот, как будто бы кто-то находится и нас слушает. Прям давило, я это ощущал, давило, давит атмосферу. То есть она гнала вас. Да, гнала, вот, конечно. Ну, а для нас, для взрослых девочек, версия? Все-таки бывший парень не мог забеременеть. Ой, не мог, как бы, не мог сделать ее беременной. Вот, и поэтому она все-таки как бы… То есть вы считаете, что она вот так родила… То есть забеременела от вас прекрасного, а с тем стала жить. Может быть, вы буквально в первые месяцы ей так задурили голову вот этими вот глупостями, про шкаф, про вот эти вот энергетические дела, а ей элементарно хотелось уже беременной какой-нибудь клубники с колбасой, понимаете? фокусом. Потому что это ксекоз. А вы ничего этого не давали. АПЛОДИСМЕНТЫ Колбасы у нее хватало, всего хватало. Потому что колбасы, я знаю, что мы… Роза любит колбаску, да, то есть в этой карьере… А не про это, я образ знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, всего хватало и так далее. Да, то есть и в основном зарабатывал я, то есть просто… А чем зарабатывали? В то время я работал как кладовщик на складе. Ой, кладовщик на складе всегда колбаса будет. Да, да, да. Там все можно таскать было, конечно, но не в камеру сказано, ладно. Хорошо, и, конечно же, то есть... Какие мы духовные. Ну, знаете, духовность растет из года в год. То есть тогда три года назад меньше было. А кушать, а кушать всегда, на это надеяться. Скажите, и вы ничего не сделали, ни ДНК не провели, не встретились с ней. То есть вы вот так вам 28 лет, с айгаком проскакали до 28 лет, глупость какой-то занимаетесь. Как вам, Лиза, вот такой молодой человек? Нет, а я вот думаю, это же такая ответственность ребёнок. Почему вы как-то не проявили себя? А разве не ответственность взять на себя смелость и сказать, что я вас вылечу, допустим, от бесплодия? Я вам расскажу о вашем будущем. Разве взрослый человек имеет право морочить голову тем людям, которые вот так вот шатко стоят на ногах? Ну смотри, он хорошо держит, смотри, они на него получились, как не знаю, как на обычного шмалатана. Ну да, не серьезно. Ну почему? Вообще. Ну как вот вы сидите на Первом канале, где ну кого только не видели, здесь Кашпировского уже просто стёрли, понимаете, смешали. Я вас понял. Всех с великих колдунов, которые были, которые заработали миллионы. И вы 28-летний мужчина. Хорошо. Пришли бороться за такое. Понял, о чём вы хотите сказать. Скажите, покажите, разубедите, ну хотя бы что-то. Хорошо. О, ничего себе. Это же вот это подача синхрофазотрон. Порос сильно, мощно, но немножко есть энергетические изгустки. То есть есть наслоение зависти, есть наслоение негативной энергии, вот. Блокирует немножко сердечную чакру. Для того, чтобы стать ведущей, нам нужно немножко воспринимать всё, как есть, в том ракурсе, не избегая этого. По-моему, он её как-то элементально щупает. Постоянные проблемы с любовью, постоянные, вечные, вот. Но если вы немножко поборете свою гордость, вы можете перевести себя в порядок, и любовь будет ещё в лучшем состоянии. Вот. Поэтому желаю вам добра и счастья, и цветок очень многически полезный вам. Спасибо большое. Спасибо вам. Проходите в свою комнату. А вы, Елизавета, к нам. Ну и как ощущения? Это было достаточно эротично. Да? Я думаю, что там за спиной? Кто трётся? Они вот так вот делали. Нет, и он тоже так вам был довольно близким. Он погадал у меня по руке, сказал, что у меня будет двое детей. И обнаружено двое детей, возможно, будет третий. А так милая, очень девушка, интересная, добротная, такая милая. Ну да, ну, в этой точке зрения нам тоже понравилось. Понятно, у нас страна большая, и десяток людей, дурачков, найдётся ему клиентов. Вот как вам? Вот вы смогли бы жить? Ну, вы знаете, он за своим мировоззрением молодой человек. Вас это не пугает? Нет, я, конечно, ну, я уважаю, в принципе, любое мнение, любые там занятия, в принципе, да, ну, в рамках достойного. Может быть, он даже вам понравился? Ну, своё мнение я ставлю при себе пока. Почему? Нет, мы с вами обсуждаем. А как же интрига? И сестрёнка, никакой интриги у нас нет, и сестра может прямо сейчас говорить. Какая тут интрига? Мы хотели Леонардо Ди Каприо. Какой же он Леонардо Ди Каприо? Я могу сказать, что это вылитый граф Калиостро. И астрологически вообще это удивительная история, что звёздные трассы так скрестились, что у него тип предпочтения и ожидания от женщины ровно как у Калиостро. Венера в раке и воздушная луна. Нужна девушка, которая будет внешне очень тихая, покладистая, такая настоящая русская, покорная. Ну, я не знаю, достаточно вас видеть минуты три, чтобы понимать, что это не про вас. Но внешне вот эта русскость присутствует. И одновременно она должна поддерживать его в его начинании. Обожать его должна, просто обожать. Принимать участие в его экспериментах обязательно. С открытым ртом должна сидеть. Мне кажется, это должна быть барышня, будет похожая на его ассистентку, которая спорила абсолютно серьёзно на лице, что там махала руками. А ты знаешь, что жена Калиостро рассказывала, что ей 80 лет, и она помолодела от его кремов чудесных, в тюрьме сидела из-за него бедолага. Вот такая нужна. Ты готов жениться на ней? Ну, как? Ну, вот это надо подумать ещё, конечно, честно скажу. Вот это надо подумать. У тебя есть время. Давай поженимся в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам свет в любое время. Второй жених готовится к свиданию с нашей невестой. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Елизавета. Встречайте второго жениха. Здравствуйте. Лиза, привет. Меня зовут Юрий. Очень шикарно выглядишь. Молодец. Я надеюсь, все твои мечты и желания на этой передаче сегодня исполнятся. Да, спасибо. Очень приятно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Юрий, 26 лет. Менеджер по развитию бизнеса в банке. Играет в футбол и увлекается рыбалкой. Предупреждает, что каждый год на майские праздники уезжает отдыхать с друзьями на природу. Мечтает о большом доме на берегу озера. Юрий очень долго копил деньги на дорогое кольцо для своей возлюбленной, но та не оценила подарка. Надеется, что Елизавета – благодарная девушка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да уж. А что ей не понравилось? Мало карат было в кольце? Да нет, карат было нормально. Достаточно для кольца. Ну, просто так сложилась ситуация, да, видимо. Она не рассчитывала на подарок, это подарок был. Нет, если вы ей кольцо подарили без слов «стань моей женой», и она в недоумении, тогда я ее могу понять, потому что когда молодой человек дарит кольцо с бриллиантом, это однозначно, он делает ей предложение. На день рождения же она. Ну, какая разница, он приурочивает в дню рождения. А если день рождения, он мог бы подвеску какую-то подарить. Ну, разве это не может быть просто подарок? Ну, мне кажется, это очень знаково. Нет, ну, девчонки, ну, елку же не дарят на 8 марта, правда? Есть какие-то знаковые подарки. Вот кольцо с бриллиантом, это девушки. Не сережки, не подвеску, не браслетик, а кольцо с бриллиантом. Может быть, поэтому она так закусила у дела? У нас были планы, да, то есть и на день рождения, и дальше на жизнь. И получается, что до дня рождения она решила, что сделает себе подарок. И, соответственно, когда уже шло все дни рождения, я сказал, что, ну, дорогая, подарок уже если сделан, то, соответственно, в день рождения я уже ничего дарить не буду. А, у вас был общий бюджет, наверное. У нас, да, мы собирались. Тогда я поняла. То есть у вас был общий бюджет. Вы там на что-то копили, наверное, на дом, на квартиру, ну, на что-то, да, если вместе жили. А она взяла и потратила эти деньги себе на кольцо? Нет, на подарок другой, до кольца. И она переживала? Переживала то, что, то есть она сделала этот свой выбор, вот. И я сказал то, что, ну, дорогая, тогда если у нас стоят с тобой цели, достаточно серьезные цели, то подарка на день рождения не будет, ты его уже себе сделала. Может, он ей подарил кольцо, и она это поняла как намек на свадьбу, и она, может, не хотела свадьбы? Фраза, знаешь, что мы вместе копили, мы идем к совместным целям без предложения и без обозначения границ этих целей, да. Зачем она машина? Машина, нет, машина была... На кого, кстати, за это? Машина была ее собственная. Машина была оформлена, да, на нее, то есть это как бы без вопросов. То, что тратились... Но она же на общие деньги покупалась. Да, ну... Юрий, скажите, а была такая предательская мыслишка? Вот я сейчас с ней поживу, без кольца как-нибудь, но жениться не собирались. Нет, нет, как раз причиной нашего расставания стал тот факт, то, что либо прям в ЗАГС вот так, как есть, либо все-таки... Базу создаем. Да. Живой нужно. Сделать. Я как сват хочу внести свое веское слово. Давайте не допускать в данной студии двойных стандартов, ибо получается, что... Посмотрите, посмотрите. ...мой друг любезный подарил своей предыдущей с пульсомашиной, ну, фактически... Вот ее, брат, что говорит, я же на его стороне. Собирался купить квартиру, то есть собирал все. Кольцо купил. Кольцо, и все это, можно сказать, воспринимать как должное. То есть вынь, да положь, дорогой ты мой. Нет, а вы-то где были, молодой человек, вы-то где были, друг в беде, все разговаривали. Объясняю, объясняю. А какой хотелось благодарности, вот честно? Помолчать и делать то, что ей говорят. А что вы ей говорили? Я ей говорил, то есть, да, как тратить бюджет, то, что все-таки он должен быть у нас общий. Как мы не старались, он у нас бился на какие-то части. Нет, то есть вы купили кольцо, а потом все-таки про бюджет выговорили. Да, конечно, про бюджет, потом пилил деньги. Кольцо было куплено на деньги, которые были заработаны отдельно, то есть, да, то есть это совершенно другие средства. А вы, получается, лебедь, рак и щука. Мы, лебедь, рак и щука, на берегу договорились. Давайте вместе тащить повозку, окей, давайте. Лебедь там летит, там щука тащит, а рак говорит, нет, стопэ, у меня еще телефон, мне еще колечко надо, машину надо, номера, помоги права получить. А ваш друг собирался на ней жениться? Вот он делал ей предложение. Я как бы не хотел бы этого говорить, но раз уж надо, ну, начну, скажу. Да, он собирался это сделать. Нет, а она знала о том, что он собирается? Я вам скажу, эта ситуация была уже фактически решена. Нет, это для вас было понятно и для вашего друга. Она знала об этом? Слушай, если она об этом не знала, то ей вот нафиг было тащить этот совместный, еще не будучи с женой, уже на себя такой вернёт. Лебедю нужно было обозначить свою позицию. Я думаю, что, ну, прекрасные девушки меня поймут, если делается кольцо, дарится в подарок с бриллиантом, то это уже определенный пример. Как это было? Кольцо же ведь немеренно. Сколько же можно намекать, почему нельзя просто одну фразу сказать впрямую? Выходи замужем. Я планирую на тебе жениться, можно по-разному сказать. Здесь момент, кстати, то, что я всегда отвечаю за свои слова. И если я сказал, сколько вы были с ней. Значит, вы сомневались. Два года. Сколько вы с ней были? Два года в общей сложности. Ну, и были приняты вот эти вот решения. Хорошо, а расстались как? Кто первый предложил? Я предложил. Что у вас терпение лопнуло, да? Да, да, да. Ты такая неблагодарная. Нет, этого ничего не было. Вы её в чём-то просили после подарка ужаться? Вот после того, как ей подарили кольцо. Да. Тут подужаться, тут подпрыгнуться, тут ради какого-то непонятного, пока я буду ещё подработать, она и думала, слушай, я тоже работаю, я тоже вкладываю с тобой вместе деньги. Почему я должна слышать ещё и попрёки эти, конечно. Она вообще работала? Да, она работала, да. У меня вопрос, а после всех этих дебатов с кольцом... Она ушла с кольцом, не вернула. И с кольцом это... А у вас что-нибудь осталось? Нет. А что тогда пришли? Нет, ты считаешь, если мужчина подарил своей женщине машину, а потом отношения изжили себя, то что она должна до конца жизни остаться благодарной за то, что ты же мне подарил машину. А что он должен машину её оставить? А почему нет? Показывайте сюрприз. Я приготовил сюрприз, и мне нужна будет твоя помощь для того, чтобы его реализовать. Готова помочь? Нам нужно собрать розы. Вот всё, что ты видишь, я буду собирать. А я буду искать. Да, пойдём со мной. Спасибо. Как мы быстро всё находим. Нет. Ещё бы. Какой прекрасный сюрприз. Да, такой необычный. Вот ещё не всё. А вот ещё не всё. До свидания. До свидания. До свидания, да. Такая красота. Такая прелесть. О, какая красота. Лиза, я знаю о твоём желании, да, то, что ты хочешь получить тысячу и одну розу. Вот. Пока я тебе готов подарить только сто одну, но если ты меня выберешь, будет и тысяча и одну. Спасибо. Осторожнее, не учи, Каличи. Я сейчас увлечу вместе с ними. Какой красивый сюрприз. Сойти с ума. Мне не дарили таких букетов. Невероятно. Как он с вами сочетается удивительно с вашей красной помадой. И с беспомадными девушками. Сочелись. Нет, миленькие. И даже, несмотря на то, что вы такой букет подарили, вам придётся уже в свою комнату пройти. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Эстель. Потрясающе. Дарили честно вашей сестре такие букеты? Таких нет. Никогда. Потрясающе. Всё только начинается. Ты выскочил, меня поддержал. Я уж вообще, ну, стоп, так. Нападаю-то. Вообще не пустите. Грязные ситуации какие-то там уводят. Я уже сижу, говорю, хватит этого терпеть. Понравился жених? Приятный молодой человек. Приятно очень. И как-то он так не похож на скупердя это, да? Ну... И всю девушке отдал. Потому что многие молодые люди просят обратно подарки. Есть такое. Ну, понятно, что он жадноватый. Я даже сказала, не жадноватый, а хозяйственный. Но хороший муж к такому легко найти подход, по большому счёту. Он щедрый. Потому что живёт... Это не щедрость. Щедрый? Это не щедрость. Это называется, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи. Английский поговорок. Его удушало в ранние годы мысли. Я надеюсь, что сейчас уже не удушает. О том, что вот сейчас быт, ложки, поварёшки, сейчас всё это затянет. Он пытался делать вид, что строит какие-то далёкие планы грандиозные, что вот они к ним вместе идут. И сам с другом в это же и проверили. Да, это на самом деле просто-напросто некоторая такая модель объяснения себе, почему ты не женишься сейчас или в данный момент времени. Но всё-таки уже 26 лет. Я считаю, что сейчас уже он готов жениться и способен воспринять женщину, которая будет о нём заботиться. Ему точно не нужна домашняя клуша. Поэтому не беспокойтесь, друга его не слушайте в этом случае. Ну вы можете прямо сейчас пойти к Юрию, или всё-таки на третьего жениха посмотрим? Нет, надо уж в тех посмотреть богатырей русских-то. Да? Конечно. Ну тогда проходите. Может кого проглядите? С третьего жениха. Привет, Лиза. Меня зовут Стас. У меня 19 роз. Это, как будь всегда, в душе 19-летней девушки. Да, хорошо. Спасибо. Буду. Спасибо. Проходите. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Станислав. 30 лет. Фотограф. Играет в страйкбол и читает научную литературу. Гордится своей мамой. Предупреждает, что не потерпит обмана в отношениях. Мечтает о творческой и финансовой свободе. Станислав всегда легко расставался с девушками. А когда встретил настоящую любовь, не выдержал конкуренции с соперником. Надеется, что Елизавета ищет чувства, а не деньги. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. И много разбитых сердец в вашей коллекции. Да, я не коллекционирую. Так получается, жизнь идет. Да? И вот со скольки лет вы так проходили с легкостью почувствовать девчонок? Ну, как с легкостью? Первый раз в 16 лет у меня отношения были с девушкой старше меня на 4 года. Пострел какой-то. А что ей от вас нужно было? Пострел, да, пострел. От детяти? Ну, как она сказала, так думала, по матрошу брошу и понеслось. Не получилось. За 4 года провстречались. Ну, потом были ссоры разные, мелкие. И уехал на море. И там уже нашел другую любовь, в которую влюбился. Но там долго не продержалось все. Как-то лучше бы сейчас рассказал то, что ищет, хочет. А что не устраивало в тех же девушках? Почему не женились ни на ком? Девушкам надо что-то другое надо было. Ну, что другое? Вот как вам кажется? Ну, раньше, когда я был молодой, меня, в принципе, как бы я боялся семьи, дети. Я еще молодой, ничего нету, ни квартиры, ни машины. А сейчас все есть? Сейчас. Я переехал в Москву, у меня сейчас ни квартиры, ни машины. А, так вы не местные. Да, но я два года уже здесь. Ну, как у меня? Все на нем, я не знаю. А откуда? В Сибирь. Новосибирск. От богатыри. А что так у вас вдруг на старости лет потянуло у Москвы-то? Меня ничего не держало там. Были возможности финансовые уехать. Подождите, а как ничего не держало? Разве мужчину в 30 лет не держит работа? У меня с работой вообще особое отношение. У меня, как говорится, лучшая работа, высокоплачиваемое хобби. Вот я такую себе и нашел. А какая есть синий секрет? Фотограф. Фотограф. Да, может, нормально зарабатывает свадьбе. Ну, это фотографы вообще нормально зарабатывают. Конечно. Особенно, если умеют фотографировать. Если не фотографируют. Ну, хорошо. А вот откуда знать нашей Елизавете, наигрались вы, как кричит с уточками или нет? И насчет конкуренции тоже что там? Какие конкуренты? Конкуренты с чем? Ну, там в профайле было то, что у вас какие-то конкуренты появились, да? С девушкой вы встречались? Получилось так, что вмешался другой мужчина. Так. Более влиятельный, так скажем. Вот. Ну, и девушка оказалась слаба на некоторые стороны своей жизни. На деньги. К сожалению. Да, что он аж на 42 тысячи ей накупил вещей. Да. А Станислав мог делать только, ну, какие там подарки и цветунки? Я был должен денег, еще много, как бы там, кредиты, дела, фотоаппарат. А вы уверены, что именно финансовый вопрос ее толкнул в объятия другого мужчины? Мужчина очень часто для того, чтобы где-то мысленно унизить женщину, себе говорит, да, это она из-за денег. А на самом деле причина кроется совершенно. А вот, Роза, а даже если из-за денег? Вот, посмотри, Станислав говорит, что у него была куча кредитов, купил себе новый фотоаппарат. А что девушке рядом быть с таким человеком-то? Ей хочется пойти в театр, в кино, понимаешь, она все время говорит, нет денег, потому что я там на базу. Я фотоаппарат купил, зачем? Я им деньги зарабатываю. Это же не машина, это за работа. Смотрите, у вас один сплошной разговор про деньги, а меркантильная выходит девушка. Женщина должна мотивировать, конечно, мужчину. Если она будет рядом, будет поддерживать, все будет. Сегодня вам 30 лет, вы приехали в Москву тоже за журавлем в небе. Чего от вас ожидать, Елизавета? Зачем вы ей будете нужны? Я, может, перспективный молодой человек. Долгов нет, долгов нет. Ну, послушайте, Станислав, ну давайте так, в 30 лет... Хорошо, давайте так, в 30 лет уже про перспективы, ну, как-то неловко. Уже в 30 лет мужик должен знать, что он хочет и зарабатывает. Хорошо, за что вас можно любить, как вы считаете? Хорош, наверное, добрый. Добрый. В чем? В чем доброта? Вообще в жизни. То есть я не злобный своего человека. Не отдаст все, да? Отдашь? Ну как? Спортом он занимается. Чего? Отдалки отдал? Отдал свои? Кредитов свои? И что? Значит, умеет за слова отвечать, значит, ответственный. Спасибо. Василис, к тебе хочу обратиться. Дело не в этом. А вот я хочу вообще по поводу инфантильности. Вот ты просто мне скажи один раз, и я больше не буду ни в одной из программ к этому возвращаться. Мне кажется, что 30 лет, дофига, я уже об этом говорила, и не один раз. Почему? Это такое поколение инфантильное. Я сама не понимаю, скажу тебе откровенно, даже не 30 лет, а 28-29 лет. А мне кажется, 23 это уже зеленый возраст. Это тот возраст, когда человек осознает, что такое материальность, что такое стабильность и постоянство. И вот именно поэтому у большого количества людей в возрасте 29 лет происходят ключевые события. Если человек взрослел правильно, то обычно жизнь что-нибудь дарит. Кто-то приобретение большое делает, кто-то на работу устраивается. Если человек профукивал свою жизнь, то Сатурн его обязательно наказывает. И в этот момент жизнь что-то отбирает. Ну вот так все устроено. Но 29 лет это точно предел уже того момента, когда человек должен сказать тебе, да, я взрослый. Ну конечно, потому что у нас как у женщин? Мужчина нравится, хочу от него детей. А дальше? Если ты включаешь мозг, то понимаешь, что в 30 лет как-то он с легкостью бросил там друзей, работу, родителей, приехал сюда. Ну, неубедительно, Станислав. Ну может быть, какой-то сюрприз покажете и нас это очарует. Вот это такой вот тортик-подарок. Вот предлагаю позагадывать желание и позадавать свечки. Ну как бы связанные с нами, да? Вот это первое желание. Очень хочу, чтобы у нас с тобой был дом отдельный, красивый, большой. Нифига. Давай, твоя очередь. Не все. А я хочу... Я хочу... Аленький цветочек. Так. Наверное, дома надо иметь несколько кошек. Да, и собак. Любишь? И собак. Давай, Дай. Слушайте, вам детей уже пора на четвертом десятке загадывать. Каких собак? Каких кошек? Ну что-то как-то у нее вот... Как-то дыхалки-то не хватает у нее, мне кажется. Я хочу большой дом. Я хочу свой сад. Я хочу любовь. Я хочу детей. Я хочу работать на телевидении. Я хочу быть счастливой, чтобы все вокруг были. Мы вам пришли под рабочий сад. Давайте. Давайте. Давайте со всех сторон стоим. И попробуем это, мне кажется. Погнали. Раз, два, три. Е-е-е. У нас это получилось. Спасибо. Теперь давай откусим по кусочку садов. Ну и здесь лишние праздники. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, по-моему, так знаково, знаете, ваши будут желания исполняться с большим трудом, потому что свечи такие специальные, которые не сразу гаснут. Ну, вы знаете, там моя фотография на торте. Представляете, такая вот моя любимая, большая, такая красивая. Понравился же ей? Да. Понравился. Эстель? Да. Он как-то вашей породы, вы внешне похожи. Вы прям так вот монтируетесь. А чем понравился? Ну, он такой приятный, он такой милый, он такой, ну, сердечный, может быть. И вас не пугает, да, что 30 лет, а он еще так? Ну, вот это, конечно, настораживает немножко. Ищет себя. Не боитесь, что он и в 40 лет так же будет себя искать? Сорвется куда-нибудь в другое место? Конечно, в наше время стабильность имеет большое значение. Преимущество у тебя явно есть перед первым кандидатом Валерой. Это точно. Но с Юрой уже как-то вы там... Рос мало, мало, рос было. Да, ладно, не в розах дело. Хорошие мужьями не рождаются, хорошие мужьями делают хорошие жены. Да? Понятно. Поэтому это ваш. И зря вы, Елизавета, рассчитываете, что прямо олигархи тут прямо набежали на вас. Не набежали. Я не думаю, что Елизавета мечтает прямо об олигархе. Но про стабильность она думает. Да, но она думает сама по себе. Любая женщина трезвая. Дорогая моя, но если у вас не будет на это хватать времени, энергии, главное желание, потому что семью строят двое, точно не один. В готовую ситуацию вы навряд ли войдете. А потом кто это прямо сейчас разбежались это? Я тоже вон как свекровь не разбежалась. Пускай тоже своя квартира будет московская. Правильно. А меня категорически беспокоит его близнецовская Венера на вершине седьмого дома. Любит женщин и с этой работой фотографа, что он там про любимое хобби нам говорил. Я думаю, как бы ни оказалось, что у него к этой работе его теперь прилагается еще одно любимое хобби. Флиртовать со своими моделями. Как правило, такой бизнес. Поэтому единственный способ, при котором его имеет смысл видеть рядом в качестве жениха или мужа, я считаю, что вы устраиваетесь на телевидении, а он вас сопровождает всюду и фотографирует. Но мало вероятной истории. Я тебе знаю, что хочу сказать. Но тоже не Клавиха фотограф-то. Красавец при больших деньгах. Знаешь, он может флиртовать сколько угодно, но если за ним ничего не стоит, то флирт может быть односторонний. Поэтому сегодня такое количество топовых фотографов при деньгах. В общем, Стас. Короче, стереотипы фотографов работают до сих пор. Да, это не из них. Это не самый худший стереотип, поверь мне. Ну что, девчонки, посоветовались? Да пошукались сюда. Истель. Тихонечко. Да, я советую Юрия. Вам как? Молодцы, еще не перевелись. У нас мужчины-то богатыри еще есть, можно еще встретить. Ну, я сделала свой выбор. А кого вы мне посоветуете? Ну, конечно, Юрия. Похож на вас. Мне кажется, могло бы у вас с ним что-то получиться. Как ты думаешь, она выйдет за тобой? Как ты думаешь, она выйдет? Вот это мужик. А ты выйдешь? Я выйду. И ответишь взаимностью. Ну, выйду. Юрия, а у вас образование какое? У меня среднее специальное. То есть у вас нет высшего образования? Ну, сейчас я пойду учиться. А, вы еще пойдете учиться. Нет, ну, если вы хотите замуж, и чтобы и дом полная чаша, конечно, Юра, но ни о каком телевидении, да еще когда вы там будете второй выше, ну, про выше, ладно, в принципе, он такой вменяемый, но он поможет вечерний, скорее всего. Это да, но еще раз повторюсь, надо к нему наискать подход. И надо жить его мыслями. Тогда все будет гарантированно. Веселись. Вам нужен мужчина серьезный и, с одной стороны, с чувством юмора и умеющий терпеть рядом веселую легкомысленную девушку. Таковы два наших героя. Юрий и Станислав. Вы, в общем, можете выбирать между ними на свое усмотрение, потому что, несмотря на разные истории, возраст, на то, что они внешне очень разные, они примерно одних девушек выбирают, и вы пока под этот формат подходите. Но я абсолютно уверена, что это формат из серии «Повстречаться». Ну, у вас есть еще время подумать между ними, выбрать, а я пока хочу сделать что-то для всех наших зрителей. Я долго думала, вот что же мне такое придумать, чтобы, ну, всем, каждому, да, отличный прогноз невозможно, но чтобы как-то всех осчастливить. И специально для нашей программы разработала календарь «Луноход», который отражает движение Луны по небосводу и ее взаимодействие с планетами. Ну, Луна движется, идут наши дела повседневные. По сути, движение Луны – это и есть ход наших дел. И начать хочу с взаимодействия Луны и планеты Венеры, с дел любовных. На июнь 2014 года. Удивительный месяц. Я хочу обратить внимание, что до 23 июня Венера будет находиться в знаке Тельца. Это фиксированный постоянный знак Земли. Это значит, что все отношения, которые в это время начинаются, имеют все шансы прожить очень долго. Фактически, я думаю, мы увидим большое количество и новых семей, и новых знакомств. Ну и вообще, июнь – это время теплого физического контакта в любви. Поэтому долой выставки, да здравствует вкусная пища вместе, излишества всякие, хороший отдых на природе. Ну и искренне всем нашим зрителям этого желаем. Я думаю, у вас было много времени, Елизавета, чтобы определиться. Поэтому вы проходите туда, куда вы решили. Вам удачи. Спасибо. Наши будущие герои ждут ваших откликов. Отправляйте СМС с их номером по телефону в 4151. Ирина, 23 года, номер 3445. Продавец-консультант в магазине элитной женской одежды. Мечтает стать известной моделью. Ищет темноволосого, смуглого парня, с которым отправится в путешествие автостопом по Европе. Олег, 24 года, номер 3446. Изготовитель промышленной вентиляции. Занимается рукопашным боем. Мечтает побывать в Берлине. Познакомится с очаровательной и веселой девушкой, которая подарит ему сына. Мы не знаем, выйдет Елизавета одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите. Давайте ее поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Я к вам. Ой. Ой, осторожней. Не прибил. Очень рад. У нас есть пара Елизавета и Юрий. Если вы одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс имени героя на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся. Я не видел дальнейшей жизни без нее. И этот мужчина думает, нет, такая красавица мне самому нужна. Более того, я сделала для себя выводы, что впредь никогда не нужно говорить о своем мужчине слишком хорошо. Но при этом такие девушки меркантильны. Я получила первый удар. Он меня здесь вообще избил очень сильно. Я убедилась на собственном опыте, что не исправляет ситуация измена абсолютно. Дмитрий, конечно, мечтает в глубине души о девушке более мягкой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!